С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 13 июня. Международный день распространения информации об альбинизме. Это особенности выработки меланина, когда ткани не имеют достаточно количества цветных клеток. Эта проблема только кажется эстетической, но все гораздо глубже. Поэтому появился специальный день, когда люди смогут больше узнать о столь необычном недуге. День швейной машинки. Праздник, конечно, неофициальный. Любопытно, что прототипы первых швейных машинок появились в виде идей еще в 15 веке. И принадлежат они, да-да, Леонардо да Винчи. Но именно 13 июня 1790 года некто Томас Сэнт получил патент на конструкцию первой швейной машинки, которая, однако, не получила распространения, а предназначалась для сшивания кожи и парусины. В этот день родились в 1773 году Томас Юнг, английский врач, физик и астроном, специалист по акустике, астрономии и расшифровке египетских иероглифов. Один из основоположников волновой теории света. Вел термины энергия и физическая оптика. А в 1831 году родился Джеймс Клерк Максвилл, шотландский физик, один из самых выдающихся теоретиков 19 столетия. Но, пожалуй, наиважнейшее его достижение состоит в развитии теории электромагнетизма и постановке ее на прочную математическую основу. В 1940 году родился Гойко Митич, югославский актер, можно сказать, заслуженный индеец Советского Союза. Свою карьеру начинал в качестве каскадера. Дебютировал в картине сыновья большой медведицы. В роли молодого вождя Токеито, лидера всех, кто сопротивлялся. Так начиналась его карьера индейца. 1943 год. Родился Малком Макдавелл, английский киноактер, известный нам, например, по работе «Цареубийца». А в 1946 году Игорь Старыгин, заслуженный артист Российской Федерации, главный арамис СССР. 1957 год. День рождения Рената Досаева, вратаря московского Спартака и сборной СССР. В 1988 он назван лучшим вратарем мира. После выступления на чемпионате Европы в ФРГ Досаев занимает место в воротах Испанской Севирии. Некоторые специалисты называли Рената вратарем нового формата. То есть он чаще играл ногами. Зачем тянуться руками, если в этом моменте я быстрее достану мяч ногой? Пояснял он свои действия, отвечая на определенную критику. Сергей Маковецкий, народный артист России, родился в 1958 году. В Киевское театральное училище его не взяли. Тогда Сергей пошел работать монтировщиком декораций. Через год поступал в ГИТИС, но табаков его тоже не берет. Поэтому поступает в Щукинское. По окончании принят в труппу театра имени Лахтангова. 1966 год. День рождения Григория Перельмана, российского ученого-математика, который доказал гипотезу Пуанкаре. В 2000 году появляется список семи главных математических задач тысячелетия. Пока гипотеза Пуанкаре стала единственной, которую удалось решить. Перельману вручили премию, но он от нее отказался. Нужно было произвести ряд подробных вычислений, но он решил, что это ему неинтересно. Гения понять трудно. Событие дня. 323 год до нашей эры. В возрасте 33 лет неожиданно умирает Александр Македонский. Ученые считают, что великий полководец и завоеватель умер от заболевания поджелудочной железы. Видимо, связано с перееданием и злоупотреблением алкоголем. Болезнь длилась две недели и сопровождалась сильной болью в животе. Теория смерти от малярии и пневмонии сегодня многими специалистами не подтверждается. 1825 год. Житель Нью-Йорка Уолтер Хант патентует безопасную булавку. Сделать это его заставляет необходимость покрыть долг в 15 долларов. Подумав течение трех часов и сделав эскиз, он продает права на свое изобретение за 400 долларов. Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия использовались многими древними и средневековыми народами. 1895 год. Во Франции проходят первые в мире автомобильные гонки. Быстрее всех путь из Парижа в Бордо и обратно преодолевает Эмиль Левассо. Средняя скорость машины победителя составила 24 километра в час. После окончания гонки Париж-Бордо-Париж он говорит, это было безумие, я делал до 30 километров в час. 1912 год. В Москве открылся музей изящных искусств имени Александра Третьего. Создателем и первым директором стал Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой. Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, как учебно-вспомогательное и публичное хранилище слепков и копий с классических произведений мирового искусства. Сейчас Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, второе в России по значению после Эрмитажа в Санкт-Петербурге собрание произведений зарубежного искусства с древнейших времен до 20 века. В 1986 году обрывается жизнь Дина Рида, очень популярного в СССР исполнителя. Певец, который когда-то разорвал свои творческие отношения с США, да и политические, из-за идеологических разногласий, был найден мертвым у озера рядом со своим домом в Восточном Берлине. Официально было объявлено, что он утонул. Немецкие друзья Рида подозревали самоубийство. 1988 год. Пленум Верховного суда СССР отменяет приговоры по делам и посмертно реабилитирует Зиновьева, Каменева, Пятакова, Радека и их товарищей, которые были осуждены в 1936 и 1937 годах. Невиновными также признаются Тухачевский, Якир и другие. 1991 год. Дональд Шир из Атланты покупает один из 24 существующих экземпляров Декларации независимости США, напечатанных в 1776 году за 2 миллиона 420 тысяч долларов. Это самая высокая цена запечатанный лист, когда-либо уплаченная в мире. Ну и последнее. 1920 год. Почтовая служба США запретила отправку детей посылками. Первый случай такой отправки ребенка по почте произошел в январе 1913. Семья из штата Огайо воспользовалась услугами сельской почты, заплатив 15 центов за почтовую марку, что дешевле стоимости билета на поезд, и застраховав груз на 50 долларов. Грузом оказался внук миссис Луи Бегю. Его родители решили сэкономить и отправить ребенка таким способом. Живые передачи еще некоторое время отправлялись по стране. Ребенка упаковывали в особую почтовую сумку, ставили на его одежду штамп и посылку доставляли по месту назначения. Во время пути за ребенком присматривали почтовые курьеры. Ну, потом, конечно, услугу запретили, но несколько детей таким образом отправили к родственникам. Забавно. С вами был Николай Певненко в проекте Дата.